Всем привет, с вами Равазу. Корейская дорама «Игра в кальмары» несётся по мониторам и экранам, словно тихоокеанский тайфон. Сумасшедшее количество просмотров на цифровых платформах. Актёры всего за месяц стали звёздами, режиссёры завалили новыми предложениями о работе, а бухгалтеры без устали подсчитывают прибыли. Всё это без особой рекламы. Всё завирусилось настолько, что даже во дворе спального района Уфы дети играют в игру из первой серии. Серьёзно. Сюжет напоминает пилу, бумажный дом, голодные игры, хостел, королевскую битву. Есть некая игра, победитель которой получает очень большие деньги. А все, кто проиграл, умирают. Участников держат по их же доброй воле в замкнутом пространстве группу вооружённых людей. Шесть игр, шесть испытаний, каждая из которых в итоге превращается в кровавую бойню. Давайте начнём. Сериал начинается со знакомства с типичным прохиндеем-элудоманом Сон Кихона, который висит тяжёлым грузом на шее пожилой больной матери и имеет в своём багаже лишь огромный долг, развод, отсутствие постоянной работы и пристрастие к азартным играм. В день рождения дочери, проживающей с матерью и отчимом, Кихун решает потратить все мамины сбережения на чёртовом тотализаторе и в очередной раз разочаровать весь мир. К счастью, его лошадь приходит к финишу первой и он выигрывает деньги. Блин, настоящие живые деньги. Но это лишь маленький лучик света в тёмной, наполненной болью и страданиями жизни. Ибо в следующие минуты его настигает злая компания ростовщиков, которым он задолжал крупную сумму денег. А весь призовой куш достается шустрой карманнице в результате неуклюжей попытки бегства. После непродолжительного маринования, Шайка Лейка вынуждает его подписать контракт с собственной кровью, обязывающей героя дать почку в случае непогашения долга. И чтобы уж совсем закрыть тему цирка, Кихун отправляется к игровому автомату с игрушками, дабы преподнести дочери хоть что-то. И благодаря этому смышленому корейскому Гарри Поттеру ему удается добыть подарок для Гайон в виде... Стоп, что? Серьезно? Пистолет-зажигалка? Дно пробито, чувак. В тот же вечер на станции метро к нему подсаживается таинственный джентльмен, который ведет себя как продавец элитной посуды. С бухты-барахты, предлагающей 100 тысяч вон за каждую победу в игре Дагджи. По сути, она напоминает фишки. Чтобы выиграть, необходимо перевернуть сложенную бумажную плитку у другого игрока. Но дело в том, что Кихун не в состоянии уравнять ставку. И по доброй воле господина Икс, в случае проигрыша он будет отделываться лишь пощечинами. Множественными пощечинами! Чёрт, мне кажется, ему это даже нравится. Вижу, кошка, не забыла как-то сапплоскратце. Что самое подозрительное, незнакомец знает о нём всю подноготную. От развода с женой до обязательств перед громилами. И думаю, его роль во всём этом очевидна. Дать человеку выиграть деньги, пробудить азарт и предложить другие игры с ещё большими выигрышами. Классика. Напоследок, мистер Деловой Костюм вручает ему визитку с номером телефона. На случай, если он согласится изменить свою жизнь. И прыгает в поезд. Надеюсь, не до пусана, а то в прошлый раз это плохо кончилось. Во время ужина радость мужчины сменяется отчаянием, когда он узнает, что бывшая жена с новым хахалем собирается увезти его дочь в Америку. Чтобы этого не допустить, нужно отсудить право опеки, но прежде доказать суду, что он в состоянии содержать ребёнка. Так что, не придумав ничего лучше, наш любитель лёгких денег звонит по указанному номеру и становится последним участником тайных игр. В назначенном месте его забирает машина, внутри которого тухнет самая скучная компания для совместных поездок. И всё благодаря усыпляющему газу. Ради сохранения конфиденциальности. После недолгой, но драматичной преамбулы мы переносимся в огромные металлические джунгли, похожие на заброшенный склад Икеи. А лабиринты лестниц с загадочными дверьми вообще напоминают безумную вселенную Тима Бёртона. Кихун просыпается и обнаруживает себя в окружении 455 таких же замотивированных на финансовое обогащение людей. В пронумерованных костюмах, имеющих за плечами конские кредиты и пустые банковские счета. Среди товарищей по несчастью оказывается его друг детства Сан Ву, которого обвиняют в мошенничестве и растрате денежных средств. А мать считает, что у него всё хорошо и в данный момент он работает в США. Но что самое печальное, он умудрился заложить её дом. Гангстер среднего звена Чан Док Су, обременённый игровыми долгами перед филипинской организацией. И изо всех сил пытающийся казаться плохим мать его парня. Забавно, но ведь ему тоже надавали по щекам. Смертельно больной старик Ильнам с блатным номером 001, который не так прост, как кажется. Северокорейская перебежица Сэйбёк, желающая вытащить брата из приюта. А также имевшая честь быть в одной банде с Док Су. Более того, это именно настырило те самые деньги у Кихона. Ну а также многие другие люди, отчаянно нуждающиеся в деньгах. За всем происходящим следят вип-персоны, делающие ставки. Таинственный ведущий в чёрной призматической маске. И его стражники. Сплошь в розовых комбинезонах и масках с разными геометрическими фигурами. Как на Дуалшоке. Дело в том, что у них своеобразная иерархия. Круги выполняют самую грязную работу. Треугольники наказывают нарушителей. А квадраты занимаются организацией и наблюдением. Всего участникам предстоит пройти шесть испытаний, сюжеты которых взяты из детских игр. За каждого выбывшего участника сумма выигрыша увеличивается на 100 миллионов вон. И наличными сыпется в свинью копилку, подвешенную под потолком в центре помещения. Ну вы понимаете, чтобы глаза мозолило. Таким образом, максимальная сумма выигрыша может составить 45 миллиардов 500 миллионов вон. Или 38 миллионов долларов. Что ж, и напоследок, всем участникам требуется подписать некое соглашение с незамысловатым содержанием. Первому игроку нельзя прекращать игру. Второе, отказ от игры равен выбыванию. Третье, игры могут прекратиться по желанию большинства. И четвертое, не забывать в перерывах посещать War Thunder и участвовать в масштабных сражениях. Игра получила глобальное обновление Дрожь Земли. Прокатись по полям сражений военного онлайн экшена War Thunder. С недавним глобальным обновлением в игре появился Терраморфинг. Теперь взрывы бомб оставляют кратеры. А техника, оснащенная ковшами, как у бульдозера, может буквально закопаться. Используйте Терраморфинг для хитрых тактических маневров и внезапных атак. Кроме того, в War Thunder добавлены первые самолеты новой нации. Израиля. Участвуйте в эпичных сражениях на локациях всей Земли. В одном бою доступны самолеты, наземная техника и вертолеты. Испытайте советский вертолет Ми-28НМ против китайского истребителя танков ЗЛТ-11. И другую технику обновления Дрожь Земли. А современный график и реалистичный звук обеспечат полное погружение в атмосферу войны. В War Thunder доступно более 2000 боевых машин разных эпох. Открывайте и улучшайте технику от времен Второй мировой до современности. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании. И получай бесплатную премиумную технику. Сразу оговоримся, несмотря на название, светофора в игре не будет. А жаль, соревнование на тему дорожного движения могло бы оказаться весьма любопытно. Как вам, к примеру, Фрогер с живыми людьми вместо лягушки. В реальности же участников выпускают на солнечную поляну. Вернее, в помещение, которое только выглядит как поляна. На противоположной стороне расположили стрёмную гигантскую куклу, похожую на азиатскую версию Даши-путешественницы. Помните, это дерьмо. Цель пересечь финишную черту за 5 минут, не сдохнув при этом от переизбытка свинца в организме. Как это сделать? Бежать только, когда кукла отворачивается и говорит мерзким голосом «зелёный свет». Помните первую игру в страшной воле богов? Тут то же самое. Только в этот раз никакой говорящей головы и красных шариков. Нарушителей тупо шпигуют пулями. Кихон подбегает к Санву, недоумевая, почему тот не в Америке и откуда у него столько долгов. Мамкин инвестор по понятным причинам не горит желанием рассказывать о своих неудачах. Да и... Можем начинать. Человек в железной маске, он же распорядитель, даёт отмашку и игрища начинаются. Игроки до последнего не хотят верить, что попали не в японское шоу, что само по себе было бы довольно стрёмно, а корейским последователям Джона Крамера и бегущего человека. Но кровь и предсмертные хрипы говорят сами за себя. И вот уже бойцы невидимого фронта мучат игроков в массовом порядке, как индюшек на птицефабрике. Господин 001, пожалуй, единственный, кто кайфует от происходящего. И это позволяет ему выбиться в лидеры. Прочие игруны аккуратнейшим образом семенят за стариканом, и только Кихун продолжает сидеть на жопе ровно. Как и многие годы до этого. К счастью, на помощь приходит наш финансовый магнат. И предлагает прятаться за спины других. Организаторы не стали устанавливать датчики движений, например, в стенах, ограничившись только бездушными кукольными глазами. И это только на руку тем бойцам, кто привык отсиживаться в варьер-гарде. Взять хотя бы красавицу Сэбёк, которая уже успела повоевать и с главным героем, и с боссом мафии Доксу. Прямо сейчас она осторожна и семенита вслед за ним, готовая в любой момент толкнуть бывшего подельника под поле. По непонятной причине она щадит гангстера, хоть и убирает его на время с дистанции. А прометчивое решение. От этого говнюка в итоге будет слишком много хлопот. Кихун в очередной раз демонстрирует слабость и малодушие. И продолжает движение, прячаясь за спинами верных товарищей. Остается последние минуты, и кто бы мог подумать. Все важные NPC спокойно добираются до финиша. Ну или почти все. Когда до куклы остаются считанные метры, и с Кихуном случается очередное падение. Но его спасает какой-то индус. На самом деле, качка под номером 199 зовут Али Абдул. Он гастарбайтер из Пакистана, который пришел на игры, чтобы обеспечить семью. А все мы помним, что нет ничего важнее семьи, бла-бла-бла. Теперь-то уж точно финишируют все. Ну а те, кто не успел, подвергаются дополнительной обработке свинцом. В итоге в живых остается 201 человек из 456 игроков. А это на минуточку 255 смертей. Но сейчас мы не об этом. Пока в американских ужастиках все только и думают, как бы поскорее разделиться. Герои этой дорамы напротив объединяются. Так формируется великолепная четверка, состоящая из неудачника Кихуна, прогоревшего инвестора Санву, пакистанца Али и доброго дедушки Ильнама. А вообще его имя не раскрывают, так что можно называть его просто дедом, стариком, артритным, спецназовцем или номером 001. Игроков заводят в новую комнату, чей интерьер имитирует детскую площадку. Мне уже страшно. Но самый главный элемент игры скрыть за дверями, на которых изображены круг, треугольник, звезда и зонтик. При этом Санву, который уже имел разговор с разбойницей Сэбиок, знает, что накануне организаторы варили сахар. И ловит флэшбэк, из которого становится очевидно, что за игра им предстоит. Правила просты. Нужно вырезать иглой фигурку из сахарного леденца за отведенные 10 минут. При этом не сломав ее... Дайте второй. Нет. В любом случае Санву берет простейшую фигурку треугольник. Пакистанец выбирает круг, потому что он похож на Луну. Но мы-то с вами знаем. Кихуну, естественно, достается худшая фигура. Зонтик с его ломкой ножкой. Ну а дед довольствуется звездой. И да, он снова получает искреннее удовольствие от игры. Поначалу не происходит ничего интересного. Все просто сидят под дулами, уткнувшись в свои фигуры. Серьезно, но кто бы стал платить деньги, чтобы посмотреть на это? Любитель ночной хирургии пенки, заранее знающий, что за игра уготована, выбирает фигурку попроще и без проблем вырезает ее из сахарного блинца. Бунтарка Хан Миню и тут умудряется всех обмануть. И использует зажигалку, чтобы упростить себе жизнь. Она прячется под горкой, но неужели никто из треугольников и впрямь не заметил, что она делает? Позднее она передаст зажигалку бандюгану Доксу, дабы втереться в доверие и стать членом его жалкой шайки. Победители один за другим покидают комнату, а проигравшие при этом так и остаются лежать. Ну а главный герой неожиданно осознает, что леденцы вообще-то тают во рту. Он начинает вылизывать леденец. И как его еще жена бросила при таких-то талантах? Леденец истончается, что упрощает процесс вырезания. Сон Кихун подает пример другим таким же дамским угодникам. И сам проходит следующий раунд. Таким образом, после второй игры в живых оставится 108 участников. А накопленная сумма на данный момент составляет 7 миллиардов 900 миллионов вон. Примерно 500 миллионов рублей. Игрокам предлагают разбиться на группы по 10 человек. Заручившийся поддержкой хирурга, который сотрудничает с охраной и торгующей органами погибших участников, Доксу теперь тоже знает, какая игра будет следующей. И поэтому собирает вокруг себя мужчин покрепче. Своеблаговерно он позднее даст отворот-поворот, тем самым навлекая на себя ее гнев. Ты предал меня. И теперь ты труп. Наши герои тоже не лыком шиты. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что практически во всех дворовых играх пацаны круче девчонок. Ну, кроме этой. И вот этой вот. Сомневаюсь, что в них вообще были какие-то правила. Мне всегда казалось, что девчонки таким образом просто вызывают сатану. Но в данном случае героям предстоят не классики, не резиночки, а старинная забава с перетягиванием каната... ...на пропастью! И, кстати, великолепная четверка к этому моменту превращается в не менее великолепную пятерку... ...за счет присоединения к своим стройным рядам с Эйбек, с ее неповторимым покер-фейсом. Теперь ребятам предстоит разделиться, дабы каждый смог привести в команду еще одного игрока. Проблема в том, что у них уже есть дед, который к тому же одной ногой в могиле. Плюс не самая крепкая деваха. В общем, для физически развитых игроков команда выглядит, мягко говоря, неважно. И эти хилые да убогие еще и умудряются отказывать другим игрокам. Помимо нескольких мужчин, к ним записывается совсем еще юная Джи Йон. К слову, укакошившая родного отца, впрочем, он заслужил. И что куда более важно, хитромудрая и хабалистая Хан Миньо. Для победы им придется тянуть канат на себя. Выиграют те, кто скинет соперников с вышки. Звучит очень заманчиво. Чтобы раззадорить зрителя, сперва нам показывают соревнования бандитов с какими-то дрыщами. Тут все просто. Дрыщи словно лемминги падают вниз, после чего канат обрубается. Никаких вторых раундов и полуфиналов не предусмотрено. Команда бандитов отправляется отдыхать, наслаждаясь заслуженной победой. Что ж, если и нашим достанутся такие же дохряки, у них, возможно, и будут шансы. Но они тут-то были. В команде соперников ни одной женщины. И пусть ее участники не похожи на Арнольда Шварценеггеров, выглядят они явно получше тощей малолетки тысячелетнего деда до базарной бабы. Но дед по-прежнему не теряет бодрости духа. К этому моменту уже можно было понять, что старик один из сильнейших игроков в принципе. И в этот раз у него снова есть план победы. Оказывается, даже в такой, казалось бы, простой, если не сказать глуповатой игре, как перетягивание каната, может быть своя относительно сложная стратегия. Первое, выбрать лидера и поставить его вперед. Выбирает почему-то Кихуна, ну да не соль. Второе, в самый конец следует поставить самого сильного игрока. Остальных выстроить в шахматном порядке. И самое главное, первые 10 секунд ничего не тянуть. А вместо этого выгнуться назад, чтобы команде соперников было сложнее сдвинуть вас с места. И проще потерять боевой настрой. Схватка начинается, и поначалу все идет очень даже неплохо. Но с течением времени более сильная команда начинает одерживать вверх. И тогда Санву придумывает хитрость. Синхронно сделать несколько шагов вперед, чтобы соперники потеряли равновесие. А затем затянуть их в яму. Что, собственно, и происходит. Нашим героям остается упасть на взничь, как после оргазма. Причем с дедулей, судя по выражению лица, он и произошел. На сей раз игрокам предлагают разбиться на пары. Проблема в том, что к этому моменту их осталось нечетное количество. Поэтому один игрок участвовать точно не сможет. Успевшая всех изрядно достать Хан Миньо, главная кандидатка на выбывание. Санву уже не скрывает свой эгоистичный настрой. Честно объединяясь с самым выносливым и смекалистым игроком Абдулла Мали. Кихун вновь младушничает, не желая выбирать деда. Доксу ожидаемо объединяется со своим главным прихвостнем. А Сэбёк и Джи Йон составляют, пожалуй, самую милую пару. Из важных персонажей по-прежнему остается Кихун. Который, наслушавшись какого-то футболиста, внезапно осознает, что один из игроков окажется лишним. И решает спасти старика. Таким образом, Хан Миньо оказывается никому не нужна, что выливается в очередной скандал. После чего ее наконец-то уводят. Для этой игры орги расщедрились на самую расфуфыренную локацию. Которая воспроизводит целый городской квартал, а то и не один. Каждому игроку выдают по мешочку с 10 стеклянными шариками. Фишка в том, что в парах им предстоит играть друг против друга. Вот это было неожиданно. Цель выиграть все шарики у своего противника. Играть при этом можно во что угодно. Хоть в города, хоть в камень-ножницы, бумагу. Однако есть и каноничная версия игры в шарики. Это чат-ничат. Игрок пытается угадать, чётное или нечётное число шариков зажал в руке его соперник. В случае успеха он забирает шарики себе. На игру отводится полчаса. Просмотрим каждую игру в порядке увеличения важности персонажей. Доксу вроде как главный антагонист среди игроков. Но ясное дело, его судьба тревожит зрителей куда меньше, чем судьба наших. Но уж его прихвости не вовсе никому нахрен не нужен. И в первую очередь он не нужен самому Доксу. Несмотря на это, его соперник поначалу побеждает в чёт-ничёт. Но в самый ответственный момент Доксу решает перевернуть игру. И теперь они бросают шарики в ямку. Выигрывает тот, кто закинул шарик в самую луночку. Тогда он забирает все разбросанные по земле шарики, ну и так далее. И вряд ли хоть для кого-то станет неожиданностью, что побеждает в игре именно Доксу, а не какой-то потный пухляш, которого никто и не запомнил. Проигравший бежит прочь прямо навстречу автоматной очереди. А мы переносимся к юным красоткам, которые мудрые решают не тратить время на всякие там игрушки, а просто сесть и поговорить. Больше-то такой возможности не представится. Ну а играть они будут ближе к финалу, поставив на кон сразу все шарики. Сэйбёк изливает душу, рассказывая о погибшем отце, о матери, которую депортировали обратно в КНДР, и о маленьком брате, ради которого она, собственно, и согласилась на игры. Джейон перехватывает инициативу, и её рассказ является собой идеальное пособие, как показать зрителю, что персонажа собираются слеть. Отец девушки убил её мать, а сама девушка в отмеску убила отца, за что и попала в тюрьму. Теперь у неё никого нет, и терять ей, в принципе, нечего. В итоге они решают посоревноваться в том, кто кинет шарик ближе к стенке. И как вы уже поняли, Джейон тупо сливает игру, чтобы спасти Сэйбёк. А чем же всё это время занимались Санву и Абдул? Сперва инвестор устроил благородному рыцарю краткий ликбез по игре в чёт-ничёт. Вот только великий финансист, похоже, забыл, что фортуна давно повернута к нему задницей, и не стоило бы делать ставку на чистую удачу. А Ли без всяких усилий выигрывает раунд за раундом, гоняя и себя, и соперника всё более жёсткий страх. Чтобы хоть как-то потянуть время, Санву не додаёт бывшему другу полагающихся шариков. А тот и не возражает. Когда же у Санву остаётся последний шарик, он устраивает скандал. Но диванному аналитику вежливо напоминает, что прямое насилие тут под запретом. Тогда Санву разрабатывает гениальную схему отъёма шариков у населения. Всё, что для этого нужно, соврать наивному пакистанцу, что у него есть план. А когда тот разъявит рот, подменить его мешочек на другой такой же, но с камушками вместо шариков. Санву обрабатывает зверушку всеми доступными средствами. Целует землю у его ног, оголяет торс, рвёт майку, клянётся, божится, что знает, как выиграть обоим. И всё лишь за тем, чтобы отправить Али в пешее путешествие на все четыре стороны. И когда тот исчезнет с радаров, показать охране комплекта из 20 новеньких переливающихся шариков. Пакистанец до последнего не понимает, что его вводят за нос и окрикает товарища, даже тогда, когда тот открыто покидает комнату. Но основная драма, конечно же, разыгрывается между Кихуном и стариком. Дед сходит с ума. Он называет Сона Канбу. Предлагает ему подружиться на мизинчиках и узнает в декорациях свой родной район, где пытается найти дом. Но охрана не засчитывает это за проигрыш. Поэтому Кихун козликом скачет за стариком, надеясь, что у ум прояснится хоть на минуту. Наконец, он всё же соглашается сыграть. Но легче от этого не становится. Ибо Дедуля оказывается магистром игры в чёт-ничёт. Хуже всего то, что Дед играет по-крупному, и за считанные ходы Кихун лишается почти всех своих капиталов. Дедуля становится всё хуже и хуже, и вскоре он уже не может вспомнить собственный ход. Кихун решает воспользоваться внезапным помутнением и нещадно врёт старику, отбирая у него шарики назад. Дед просит одолжить ему пару шариков, чтобы ещё немного поиграть. Но наш герой, скрипя сердце, несёт свой мешочек охраннику. И тут старик выдаёт очередной фен. И пока Кихун лихорадочно проверяет содержимое своего мешка, Дедуси ушаркивает прочь, чтобы вновь предаться детским воспоминаниям. Кихун умоляет его закончить игру, и старик вроде бы идёт навстречу. Но он готов играть только ва-банк, один его шарик против девятнадцати шариков Кихуна. Тот, разумеется, орёт, что так нечестно, мы так не договаривались. И тогда Дедуле даёт ему понять, что всё это время он сохранял ясность рассудка. Он отдаёт последний шарик Кихуну, благодарит его за интересную игру, а напоследок называет своё настоящее имя. Опустошённый герой слышит выстрел и покидает игру победителя. Не совсем честным, зато живым. В живых остаётся 17 игроков, и что самое херовое, среди них находится место и Хан Миньё. Оказывается, её не убили за то, что она не нашла пару, а просто позволили отсидеться в спальне без риска для жизни. Один из игроков между делом выпиливается, поэтому до следующего испытания добираются лишь 16 участников. На сей раз им предстоит выбрать порядковый номер, который окажет существенное влияние на их положение в пятой игре. Заодно нам наконец-то показывают, ради кого затеваются все эти зрелища. И нет, это не подписчики Нетфликса, а очередные декаденствующие миллиардеры, сбежавшие из фильма с широко закрытыми глазами. Они делают ставки на игроков по принципу крысиных бегов. Вероятно, мне стоило бы задуматься о проблемах капитализма, но единственное, что приходит на ум, как эти толстосумы вообще что-то видят в этих дурацких масках? Пока Кихун по привычке тормозит, остальные игроки разбирают фартуки с номерами. Остаются лишь первый и последний. Кихун по началу склоняется к первому номеру, но затем появляется ещё один неудачник, который не хочет быть 16-ым. Тем самым бедолага подписывает себе смертный приговор, ну а наш герой получает жирную фору. К пятому испытанию фантазия организаторов окончательно иссякает. Поэтому тут у нас снова мост над бездной. На сей раз нужно допрыгать по стеклянным плитам до противоположного края за 16 минут. Трабл в том, что 18 из 36 плит сделаны из незакалённого хрупкого стекла, которое сломается под весом любого из игроков. Ну а другие прочные плиты способны выдержать аж две туши. Времени не так много и участники не пытаются выяснить, можно ли обмануть систему, например, пройдя по фиолетовым рельсам. Серьёзно. Первыми идут не самые значимые игроки, поэтому их гибель не вызывает особой реакции не то что у зрителей, но даже у остальных участников. А вот сделавшие ставки миллиардеры негодуют. Наконец подключаются важные персонажи. Чан Док Су обретает нового союзника, знающего как различать стёкла по цвету. Бандит оказывается в авангарде, но он не спешит рисковать жизнью ради остальных. Вместо этого он уступает очередь прыгать следующему за ним игроку. Но тот не спешит воспользоваться открывшейся возможностью, что приводит к затяжному обмену любезностями. В итоге задний игрок помирает в холостую, а его место занимает психопатичная Хан Миньо, которая давным-давно обещала бандиту хорошенечко с ним поквитаться. Оказавшись с ним на одной клетке, она обнимает своего бывшего. От этой малышки не так-то просто избавиться, верно? И эти объятия становятся для обоих фатальными. Призрачному шансу на выживание Хан Миньо предпочитает сладкую месть. Ну а мы теряем главного антагониста, вернее он был главным до того, как Сан Ву не предал Олив. На мосту четверо человек, до конца игры чуть меньше трёх минут. И кажется в команде появился читер, который может отличить закалённое стекло от обычного по внешним признакам. И в отличие от предыдущего хвостуна, этот парень реально что-то умеет. Почтенную публику такое развитие событий не устраивает и игрокам тушит свет. Стеклощик пытается различить стёкла по звуку. И Сан Ву решает ему в этом помочь. Это определённо было не закалённое. Счастливый троица в последние секунды успевает дойти до финиша. После чего мост разлетается в дребезги в поистине снайдеровском сломо. Ну а правила последней игры нам заспойлерили в первом же эпизоде. А что, кто-то ожидал, что в конце будут салочки или прятки? Сэйбёк кончает в перерыве между играми, чтобы не путалось под ногами. Не без помощи Сан Ву разумеется. Поэтому в испытании участвуют лишь два игрока. По результатам жеребьёвки Кихун атакует. Добраться до промежутка между треугольником и квадратом не составляет труда. А дальше на помощь приходит старый добрый песок. После шариков и стекляшек ожидали чего-то более эпичного. Ну тогда вот вам дождь для пущего драматизма. Ну и чтобы происходящее не вылилось в банальную потасовку между потрёпанными жизнью мужчинами. У них есть ножи. Поэтому происходящее выливается в банальную поножовщину. Вскоре оба игрока теряют о всякий человеческий облик. Остаются без пинжаков и как следует вываливаются в грязи. Сан Ву так и остаётся валяться и казалось бы исход игры очевиден. Но Кихун припоминает старое правило, согласно которому игроки большинством голосов могут отказаться от участия в игре. Кихун готов не только отказаться от выигрыша, но и простить заигравшегося Сан Ву. Но тот поступает ещё радикальнее и втыкает себе в шею нож. Игрок под номером 456 становится победителем. Но постойте-ка, ведь Кихун всё ещё может отказаться от выигрыша и тогда деньги уйдут семьям погибших игроков. Ну или он загробастает это всё себе и будет жить как собака на сейне в ожидании второго сезона. На этом у меня всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Также добавляйтесь в группу ВКонтакте и не забудьте нажать на колокольчик. Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»!